Школьные каникулы можно проводить по-разному. Одни предпочитают наслаждаться долгожданным отдыхом, другие ищут подработку. В младежном центре ребятам предлагают записаться в трудовые отряды. Работа несложная, общественно полезная – наводить порядок в городских парках. Возрастная категория – это от 14 до 17 лет включительно. 14-летние дети могут работать только два раза, так как положено по закону. Работают они с начала месяца, 12 рабочих дней, 3 часа в день, трудовая смена с 9 утра до 12. Средняя зарплата для 14-15 лет – около 4 тысяч рублей, для 15-16 лет – около 3 тысяч рублей. Место работы школьники выбирают на свое усмотрение. Городские парки Степаново, Харенко, 905 года, а также стадион Автокраны. В этом году появились две новые точки – спортплощадки на проспекте строителей и рабочем поселке. Из тысячи мест занято уже более 300. Мила и Настя в этом году решили потратить лето с пользой и немного подзаработать. На что потратить первую зарплату еще не решили. Вообще работа для меня что-то новое. Также мы же будем убирать город, то есть мы сделаем его лучше и намного чище. Я считаю, что у нас город в не очень хорошем состоянии, то есть не очень чисто выглядит, опрятно, поэтому я решила, что лучше ему помочь. Чтобы подать заявление, при себе нужно иметь паспорт и его ксерокопию. После собрать необходимый пакет документов, среди которых копия свидетельства о рождении, справка с места учебы, номер лицевого счета в банке, трудовая книжка. Для 14-летних также потребуется разрешение органов опеки. Полный перечень документов можно найти на сайте мэрии или уточнить по телефону 93-9809. Уже с марта, с апреля очень большой поток детей, то есть ходят там каждые 15-20 минут, приходят и записываются, и звонят по телефону. Но мы записываем только при наличии паспорта, потому что нужна регистрация обязательно Ивановская. Можно сделать временную регистрацию. Для детей, те, кто получают пенсию по портере кормилица, они у нас могут работать. Просто нужно трудовой договор в течение пяти дней сначала работы отвезти в пенсионный фонд. Трудовые отряды – это не только шанс самостоятельно заработать деньги на карманные расходы и найти новых друзей, но и возможность помочь городу. В младежном центре советуют не тянуть с записью и подать заявление как можно раньше, чтобы попасть в отряд рядом с домом. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.